Люди предпочитают наши брать, местные которые. По словам продавцов, в овощных палатках и магазинах огурцов из-за границы днём с огнём не сыщешь. А вот у специалистов другое мнение. Часто под видом местных череповцы продают привозные продукты. Когда вот есть расправленные красивые цветочки на этом самом, на витрине, это не тоншиловский огурец. У нас уже вот буквально лет пять цветочек убирается на всех огурцах. Для чего убирается? Для того, чтобы не вызвать гниль. Чтобы огурец не загнил и дольше был в реализации. Тоншиловские огурцы, утверждают агрономы, не получают никаких вредных веществ. Даже борьбу с вредителями здесь ведут проверенными биологическими методами. Рассыпаем по пробиркам, потом в теплице понесём беленькая, красивая мушечка. Белая головушка, чёрные крылышки. А вот в некоторых странах, уверены эксперты, химикаты применяют для удобрения растений, борьбы с паразитами и для сохранения товарного вида огурцов. Именно накопление вредных веществ в продуктах, полагают санитарные врачи, могло стать причиной отравления европейцев. Причём инфекция может содержаться не только в огурцах, но и томатах, и салатных листьях. А в управлении Россельхознадзора по Вологодской области говорят, жителям региона опасаться нечего. Овощи, привезённые из-за границы, проходят строгий контроль. В Вологодской области у нас прямых поставок нет из-за границы, поэтому нам бояться нечего. Вся продукция у нас поступает через Санкт-Петербург и Москву. Там у нас в портовых городах таможня работает. Вся эта продукция досматривается, также требуются документы на качество. Главный государственный врач заверил нам, что продукция импортного производства будет ограничена для ввоза в Российскую Федерацию. Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уже обратился к россиянам с просьбой покупать местные, а не импортные овощи. Жители Череповца такие меры только поддерживают. Боюсь, потому и не покупаю. Подпочитаю местные. Сейчас куча всяких передач и все травятся продуктами, потому что очень много некачественных продуктов вообще находится на прилавках магазинов. Поэтому я вообще считаю, нужно просто осторожнее ко всему подходить к продуктам питания. Обязательно смотреть, как они помыты. Там, я не знаю, на огурцах может быть, там какие-нибудь там вмятинки или еще что-то. Ну, то есть, на самом деле, к продуктам питания нужно подходить очень ответственно. Тем временем российские власти ввели официальный запрет на ввоз свежих овощей из Испании и Германии. Продукты из этих стран уже изымаются из торговых сетей.